Я пониже. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогая церковь. Очень рад быть сегодня здесь в воскресенье. Меня зовут Андрей. Я из Минска. Второй год мы здесь с семьей живем в Болгарии. И я хочу сегодня поделиться в этот день, в этот праздничный день, хочу поделиться одним переживанием своим и три, рассказать короткие очень, три варианта развития событий в жизни моих друзей. И я благодарю, конечно, Святой Дух за то, что то, что было в моем сердце поделиться, это продолжение Слова Божьего проповеди, которую только что говорил Антон. На самом деле это для меня подтверждение, что это должно быть сказано. И мне 40 лет в этом году будет, 39 сейчас. И когда в 20 лет мне впервые сказали о Боге, я был совершенно не сведущ в этом вопросе. Я начал размышлять. Я прочитал об Иисусе Христе в Новом Завете сам. И я поверил. Прошло около 5-6 лет. И на тот момент, уже настрадавшись и натерпевшись, скажем так, совсем молодой, 27 лет, но уже был такой ворох проблем за спиной, что я искал на самом деле решение своих внутренних проблем. И меня пригласили на подобного рода служение. Было тогда тоже хвала. И когда я вошел в тот зал, я ощутил, что я пришел в дом отца и вернулся к Богу. И после служения мне предложили произнести одну простую молитву с пастором. И мы произнесли ее. И с того дня вся моя жизнь начала меняться кардинально в лучшую сторону. Я, знаете, получил... Я очень долго не мог побороть свои вредные привычки. Там многие. И с того дня у меня появилась сила, и я стал побеждать их. И сейчас уже, слава Богу, 12 лет я живу свободной жизнью от, в принципе, зависимости как таковых. И я получил семью, моя личность начала меняться, я восстановил отношения со своими родителями и так далее, и так далее. То есть я начал получать результаты своей веры в жизнь. И, естественно, это настолько было ярко, знаете, есть такое понятие первой любви, что я начал делиться этим. И первым ярким таким моментом был мой очень давний друг Артур. Мы с ним прошли какой-то период в жизни. И у него тоже сложная ситуация довольно-таки. Его отец, он был в серьезных силовых структурах одно время. И Артур потерял, скажем так, связь с отцом и вошел в другие группы преступные. И очень серьезные были у него большие проблемы. И вот я его через год своих таких изменений встречаю. Он полностью разбитый такой, после запоя сильнейшего, что-то нога там поранена и так далее. Но такая еще осталась внутренняя такая гордость. Я говорю, Артур, посмотри на меня, год прошел, я уже другой человек. Ты тоже, тебе тоже может Бог помочь. Он Андрюха там, что ты мне это, все я знаю. У меня, говорит, весь срок Библии на тумбочке лежала. Правда, ни разу не открывал. Я говорю, слушай, просто сейчас закрой глаза и повтори за мной одни слова, которые я когда-то повторил. Он закрывает глаза, он послушал, он закрывает глаза. Мы взялись там, вчетвером мы были, прямо в центре города, на улице. Он закрыл глаза, произнес два простых предложения, открывает глаза. Я смотрю, раз, и что-то с Артуром произошло. Прям я увидел, он изменился. То есть ушла эта гордость, ушла эта спесь. Он сел в машину, уехал в революционный центр на полгода, вернулся. И сегодня у него четыре прекрасные дочери. Это совершенно измененная личность. Это человек, который зарабатывает хлеб своими руками, он делает мебель и так далее. Это человек, который очень многим старым нашим приятелям рассказал уже о том, как Бог изменил его жизнь и жизни вокруг него уже тоже меняются. Его семья, все полностью изменилось. Следующий мой один товарищ тоже, с которым мы были в каких-то там юношеских неприятностях, через год он тоже произнес эту молитву, через год я тоже поделился с ним Евангелием. Но, к сожалению, у него в жизни, я не буду говорить имени, то есть это мой хороший приятель, друг, у него, к сожалению, в его жизни продолжались, продолжались вот это вот хождение по кругу, как знаете, он позвонит мне, мы приедем там, встанем на колени, вместе помолимся, попросим. Он все говорит, все, все, я оставляю, все кидаю, там, с наркотиками завязываю, там, совсем завязываю. И опять в эту пучину, и опять в эту пучину. И знаете, я какое-то время даже уже, ну, мне было уже, то есть, я уже, сколько уже можно, да? Но прошло вот 9-10 лет где-то с того момента, и недавно он мне написал, уже я здесь, он написал, что Андрей, мы все это время с ним периодически общаемся. Он мне написал, Андрей, спасибо тебе, что ты есть у меня, спасибо тебе, что ты поддерживал, что ты делился, что ты молился, спасибо тебе, что ты всегда вот поддерживал меня, ну, всегда как-то пытался поддержать. Я сейчас, он сейчас находится в Европе, на лесоповале, на тяжелейшей физической работе, он говорит, это просто невыносимо тяжелая работа, он говорит, мне надо это пройти. Но, говорит, я чувствую себя, что что-то меняется в моей жизни, я чувствую, что мне уже легче, я чувствую, что я уже другой. И я слышу по его голосу, что он другой. И он, кстати, есть у него желание приехать к нам сюда в гости, может быть, осенью, может быть, мы познакомимся с ним. И третий случай, это абсолютно по бизнесу мы проводили встречу года три назад. Я уже участвовал в служении деловых людей, христиан, бизнесменов, которому уже более 60 лет и так далее. И я научился одной простой вещи. Когда я вижу, что есть момент из сердца открыто, я всегда дарю свою короткую историю. По-разному это бывает. Да, я рассказываю, как Бог изменил жизнь, и предлагаю эти слова, эту молитву. Потому что я знаю, что если вот я вижу, и человек слушает, и он принимает, значит, это его время. Это неважно где. Мне посчастливилось это в церкви сделать. Артуру посчастливилось это на улице сделать. Там тому приятелю, я даже не помню где. А этому человеку мы проводили встречу по бизнесу. Мы с ним пообщались, кофе попили в холле одной гостиницы в Минске. И я смотрю, ну, совершеннейший светский человек, совершенно. Бизнесмен, молодой, такой успешный, все. Ну, иногда, знаете, это непросто сделать. Но я набрался храбрости и просто рассказал ему свою историю. Он так смотрит на меня, думает, ну, не понял, как бы. Я говорю, это личное сейчас просто. Вот бизнес убираем в сторону, просто лично от меня. Рассказываю ему, что было в моей жизни, как Бог изменил меня. Я говорю, вот эти слова просто произнеси со мной. Он такой, ну, ладно, как бы, произнес и все. И, в принципе, мы с ним в фейсбуке добавились, и мы уже практически больше не общались с этого момента. Опять же, две недели назад мне приходят в мессенджере в фейсбуке сообщения. Андрей, пожалуйста, я знаю, что ты веришь. Пожалуйста, помолись. У меня край, мне очень плохо, я не знаю, что мне делать. Я беру, через некоторое время, когда у меня освободилось время, набираю ему, я говорю, Алексей, привет, как дела? Мы поздоровались, все. Он говорит, мне так плохо, ты себе не представляешь. Я сейчас там на курорте, уехал из Минска. Я в запое пять дней был, я не знаю, что мне делать вообще. Я знаю, вот просто я знаю, что ты веришь, вот просто помолись за меня. Я говорю, я рассказал ему там в двух словах тоже, что, ну, Бог с тобой, Он может тебе помочь. Ты знаешь, как Он изменил меня. Просто давай сейчас вместе обратимся. Он искренне, довольно искренне уже на этот момент, прямо я слышал, он вопиял, знаете, как к Богу. Он просто взвал к Нему. Мы произнесли с Ним эту молитву, мы еще помолились за некоторые вещи, чтобы Бог дал ему возможность освободиться вот от алкоголя. Он говорит, у меня мысли о самоубийстве постоянно. Я говорю, давай откажемся от этого. Мы отказались. У меня то, у меня то. Все, ему стало легче. Он, все, Андрей, спасибо. На следующий день мы еще раз с ним созвонились. Еще там я поделился, вдохновил. Опять же, я своей историей. И он, знаешь, что я решил, мне потом пишет. Я тоже буду, как ты, делиться этой, ну, Евангелием с другими. Я говорю, молодец. И вот, понимаете, три разных истории. У одного человека мгновенно начались изменения. И это было сверхъестественно для меня. Мы когда с Артуром, я смело о нем говорю, потому что он свою историю, я имя его называю, он свою историю рассказывает. И ее можно услышать, увидеть там. И для меня через несколько лет было чудо увидеть его. Я говорю, Артур, как ты мог так измениться? Просто я помню, какой ты был, какой ты стал. И вы знаете, что это делает Святой Дух. Это делает, это не Андрей сделал, это не, знаете, это не он сделал, это сделал Святой Дух. Я хочу вдохновить всех нас, что вот то, о чем говорил сегодня Святой Дух через Антона, через Слово Божие, что Бог говорит нам не сидеть в лодке, а выходить и идти по воде. Идти в этот мир, не бояться, потому что мы уже здесь, нам уже хорошо. Мы уже знаем Бога, мы уже спасены, дай Бог нам сохранить свое спасение, однозначно. Мы еще в пути, мы плывем. Но приходит время, когда Бог нам говорит, выйди и иди ко мне. И я благодарен Богу, что однажды Он пригласил меня в Его дом, и Он вернул меня к себе. Я благодарен за возможность поделиться этим с другими людьми. Я благодарен Святому Духу за то, что я вижу результат того семени, которое когда-то мы закладываем в людей и отпускаем. Конечно, мы молимся за них, конечно, мы продолжаем с ними общаться. А с кем-то, как с этим последним примером, я вообще не виделся много лет, да, но он сам, бах, и появился, говорит, я знаю. Потому что Слово Божие говорит, что Царство Божие подобно закваске, которую мы кладем в тесто, пока не заквасится все тесто. Мы положили и отпустили, и оно квасится. Когда тесто заквасится, придет время, они всплывут. В нашей жизни, в церкви или еще где-то. И сегодня я знаю, что есть те люди, возможно, я 100% уверен, что есть те люди, которым необходимо сегодня просто положить в свое сердце эту закваску для того, чтобы завтра было. То, что сказал сегодня опять же Антон, что мы уже здесь сейчас живем вечной жизнью. Мы уже здесь и сейчас проживаем вечную жизнь. Наша жизнь прекрасна, и она вечна. Это хорошая новость. И она начинается через то, когда мы обращаемся к Богу и принимаем Святой Дух, признаем Иисуса Христа и приносим свое покаяние. Поэтому я сейчас предлагаю просто закрыть глаза и произнести эти просто два простых предложения, которые меняют жизнь, которые меняют сердце, и которые дают возможность положить в свое сердце эту любовь Христа. Просто закрой глаза со мной и произнеси. Дорогой Небесный Отец, прости все мои грехи во имя Сына Твоего Иисуса Христа. Я признаю Иисуса Христа своим Господом и Спасителем и прошу, Святой Дух, наполни мою жизнь своим миром Божьим и подари мне спасение, благослови мой дом. Молился с верой во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Всех с праздником Троицы, с праздником Святого Духа и пусть ваше сердце и ваш дом будет наполнен его присутствием. Спасибо большое.